Приветствую вас. Я бы задал вопрос Анастасии вам так. По какой причине вы не ориентируетесь на себя? Друзья, по какой причине вы ориентируетесь на других людей, в частности, на свою маму и так далее? По какой причине вы считаете, что должны своей маме что-то? Ну, вы, конечно, что-то... Понимаете, понимаете, что мне это речь? То есть вы ориентируетесь не на себя, а на других людей. Понимаете? Какая штука. Вот. И... Соответственно, в этом обязанная проблема. Почему вы считаете, что ваша мама, она вправе требовать от вас чего-то? Почему вы считаете, что вы должны, опять же, своей маме, да? Вы, конечно, должны ей помогать, это безусловно, но... Только после того, как у вас все будет хорошо. Только после того, как вы сами адекватно встанете на ноги и сможете это делать безболезненно. Вот. Что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что вы... представляетесь человеком, который не несет ответственности за себя. Сейчас вы представляетесь человеком, который, ну, не в силах реализовать свою собственную ответственность за себя. Опять же. Сейчас вы представляетесь человеком, который склонен обвинять других людей в том, что... произошло. Который склонен... ждать... от людей... чего-либо. Который склонен... значит... склонен к тому, чтобы... получать, например... поддержку... эээ... который хочет получить поддержку. Понимаете, какая, какая штука. В этом смысле вы... не совсем... самостоятельная личность, в этом смысле вы не совсем самостоятельный человек, потому что... вы хотите получить определенное одобрение. а определенное одобрение... получить... вы не сможете... потому что... ээ... люди... всегда будут... ээ... преследовать только свои цели, и... всегда будут... ээ... как бы... ориентироваться опять же... опять же... на себя. Вот... ээ... ваша мама, например, да, она ориентируется... она... ориентируется на... себя, она... ээ... хочет, чтобы... было как... лучше... лучше... ей... вот... это... к этому можно относиться по-разному... что... совершенно... точно... и совершенно очевидно... что к этому можно относиться абсолютно по-разному... но то, что она... действует... и... ведет себя... так, как... к примеру, ей хочется, да... это... как бы... этого у нее не отнять... и... соответственно, вам... в этом смысле... нужно... действовать так же... вот... и вам в этом смысле нужно ориентироваться... на это же... понимаете... какая штука... вот... и все... тут... далее... эээ... хотелось бы узнать... по... какой... причине вы считаете... что... переступаете... через маму... а... если... допустим... уходите от нее и... ну... начинаете жить отдельно... по какой причине вы... считаете... что вы ее... в этом... ну... в этом... случае... предаете... как-то... кидаете... как-то... бросаете... как-то... и так далее... с чем это... с чем связана... такая позиция... ваша... а... ведь совершенно очевидно, что... чем-то она обусловлена... совершенно очевидно, что... эээ... что... что-то за ней стоит... за этой позиции... вот... так... соответственно... давайте... давайте... постараемся ответить себе на... эти вопросы... мне-ка... мне кажется... это... очень... важный момент... здесь... если вы испытываете перед ней чувство вины... да... то... это связано с тем, что вы считаете ей... вы считаете себя ей должным... но... это... один момент... с этим... можно и нужно разобраться... с этим можно и нужно поработать... это... можно и нужно поисследовать... если вы считаете, что вы ей... должны... вот... сейчас тут нужно отделить верну от плевел... в чем-то... в чем-то да... в чем-то вы ей действительно должны... это так... в чем-то... а... в чем-то... в чем-то... вот... но... далеко не... далеко не во всем... далеко не всем вы ей должны... вот... и вот тут очень важно отделить одно от другого... очень важно отделить... то... в чем вы... чем вы ей должны... от того, что вы ей не должны... вот... какая история, и в этом можно помочь нам психолога, освободиться от чувства вины, которая у вас сейчас возможно есть. Вот так. Если вы говорите, что вы, значит, отдаёте ей деньги и платите за коммунальную квартиру, я, честно говоря, думаю, что именно в этом, ну отчасти в этом проявляется ваша жертвенность, потому что никто не заставляет и не может заставить вас, платить, ну, за то, что вы не хотите понимать, какая история. Вот. То есть, вот, в принципе, такой момент. То есть просто возьмите и перестаньте, перестаньте платить. перестаньте делать то, что хочет сорвать ваша мама. Вот. И посмотрите, что у вас за чувства возникнут. Смотрите, какие у вас чувства возникнут. Что это будет вина, страх и так далее. Вот. Тут вам страшно, как вы пишите. Так, значит, мне, как любому человеку, страшно ехать не весь куда. Ну, опять же, я бы не сказал, что здесь уместно такое обобщение. Вот. Почему? Потому что нужна четкая цель. Для чего вы едете? Для чего вы едете? То есть конкретно вот. Зачем конкретно вы едете? Зачем конкретно я еду? Для чего конкретно я еду? Да? Вот. Чем более четкая цель, тем меньше страха. Потому что страха нет, когда есть цель. Страха нет, когда есть понимание того, собственно, зачем это все. Вот. В таком, тогда, в таком случае, страха нет и, в принципе, его быть не может. Ему просто негде, просто негде ему находиться. Знаете? Вот. А если страха есть, вот, то, в таком случае, возможно, вы не так уж сильно уверены, в том, что хотите, вот, делать. То есть вот, в принципе, такая вот история. Вот. Вот. Вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Исходя из того, что вы написали. Убедить, убедить свою маму в чем-либо у вас не получится, блин. Потому что у нее есть своя четкая позиция. Своё четкое видение. Вряд ли она его поменяет. Вряд ли она его переделает. Вот. И так далее. Но научить ее считаться с вами. Вот. Научить ее считаться с вами. Вы, на мой взгляд, вы, на мой взгляд, вполне себе можете. То есть это, это мне представляется... Вполне себе... Реально. То есть можно говорить о том, чтобы вы... ставили себе реально достижимые цели. А не такие цели, вот, которые у вас есть сейчас. Ну, полностью недостижимые абсолютно. Вот. Я полагаю, что не менее важным... Не менее важной историей здесь является... Также и то, что вы хотите. Да. То есть, ну, для себя, что вы хотите. Так. Ну, например, для мамы. Вот. Допустим. Допустим, для мамы, что вы хотите. Допустим. Вот. Вот. Для себя, в контексте... В контексте мамы. Что вы хотите. Вот. Вот. Это вот, эээ... Такие моменты, которые, ну... Действительно нужно... Смотреть. И действительно нужно разбирать. Вот. Ибо это напрямую влияет на вас. Напрямую влияет на то, что вы делаете. Вот. Эээ... Значит... Так. Ну и, соответственно, от чего вы бежите, Анастасия? То есть, вы говорите, что вы деградируете со своей мамой и отчимом, но... Опять же, это... История такая, что... Деградировать... Ваш выбор. Если вы деградируете с ней, то, скорее всего, вы будете деградировать и в другом месте станутся. Вы-то останетесь в той... Вы-то останетесь в тренинге. Вы-то не умеете сами по себе. Вот. Вот такие вот штуки. Поэтому... Стоит подумать. Эээ... Много... Ну, стоит подумать прежде чем... Совершенно такой шаг. Эээ... Эээ... Ради чего вы это делаете? Если у вас есть цель какая-то, вот, например, в другом... городе, вы... Эээ... Допустим... Эээ... Могли бы реализовать то, что... Вот здесь, в данном... Вот, ну... Эээ... Эээ... В данных реалиях, да? Эээ... Вы реализовать, допустим... Не можете никак. Вот. Если... Эээ... Вопрос... Эээ... Стоит таким образом... Если вопрос стоит таким образом... Что? То... Ну, да! Эээ... 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 Вы себя... Ну, вы себя ограничиваете. Это понятно. Это понятно. Эээ... Но... Но... Если вы просто бежите от чего-то, то, на мой... На мой взгляд... Ээээ... Эээ... Это не даст вам... Никакого... Никакого вообще... Результаты, не даст вам никакого вообще... Ээээ... Эээ... Смысла. Эээ... Потому что... Останутся у вас те же проблемы. Как... Как... Когда вы... Приедете... Куда... Куда вы хотите. Эээ... Эээ... Посмотрите... Треугольник Карпмана. Изучите... Треугольник Карпмана. Вот. Эээ... Эээ... И... Соответственно... Вам понадобится помощь? Для выхода... Из состояния жертвы... В котором... В котором вы сейчас находитесь. Вот. Эээ... Так что... Парю консультаций у психолога вам все сказать придется. Вот. Возможно... Возможно... Возможно больше. Не знаю пока... Пока... Вот. Эээ... Ну, в целом, ваш вопрос постоянно некорректно. Да? То есть... Убедить кого-то в чем-то это... Это не постановка вопроса взрослого человека. А значит, вы руководствуете своими желаниями. А значит... А значит... Если вы ру... Руководствуете... Эээ... Своими желаниями, то... Ну, вполне вероятно... Эээ... Что вы... Эээ... 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 Не до конца... Эээ... Понимаете... Что вы хотите. Вот. А поскольку переезд это серьезное действие... Серьезное решение. Вот. Что... Ну, ему нужно относиться... Так. Что... Серьезно. Вот. У него есть бухта-барахт. Да? Понимаете? То есть... Поэтому просто не торопитесь. Посмотрите... Как что... Посмотрите... Как... Как... Чего... Вот. Эээ... Когда узнаете, когда уже будете знать... Эээ... Тогда я... Тогда я думаю уже... Мо... 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 Так вот я думаю можно вам ответить. Эээ... Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, взрослых, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи. Я выложу его. zu, Продолжение следует...